итак друзья всем доброго бизнес еще на карантине но очень хочется видеть вас успешными и счастливыми хотя бы внутри ну потому что мы все с вами прекрасно понимаем то что у нас внутри если мы с вами внутри целостные успешные уверенные в себе красивые счастливые то есть соответственно и все окружающее нас пространство становится именно таким ну или пусть нам будет так казаться но самое главное что в нашей голове все будет именно так напишите пожалуйста в комментариях ваше настроение по шкале позитива от 1 до 100 прямо сейчас пишите в комментариях какое у вас настроение по шкале от 1 до 100 у кого меньше 60 друзья ну давайте как-то поддержим наших подписчиков других пользователей давайте все вместе им поднимем настроение и поднимем этот уровень успешности красоты и счастья и уверенности в себе поэтому друзья да еще раз напоминаю всем кто присоединяется напишите пожалуйста в комментариях свое настроение по шкале от 1 до 100 сегодня мы говорим с вами про красивый бизнес и на улице красиво в доме красиво в зеркале красиво и конечно очень хочется чтобы и настроение наше с вами тоже было украшено салон красоты обратились правительство с требованием назвать дату открытия но кроме того еще подчеркнули что соблюдать все условия одно из которых например там менять одежду 4-6 раз в день они просто невыполнимые если у вас салон красоты друзья как вы думаете сколько посетителей к вам придет в первый день после снятия карантина сколько человек вы обслужите но понятно что многие из вас уже проводят предварительную запись мы там планируем июнь и так далее и тому подобное то есть вы можете примерно прикинуть количество ваших потенциальных клиентов ну понятно что это скажем так ваша стабильная клиентская база но тем не менее а это важно сейчас нам с вами ответить на вопрос сколько именно сколько посетителей мы примем в первый день после открытия второй вопрос это какую выручку принесет этот день понятно что вы можете предполагать вы можете спрогнозировать и не всегда остаться довольны своим результатом я напомню всем известную методику прописывания конкретных результатов и способ их достижения это то что реально работает это то что реально работает когда мы с вами делаем бизнес это то что работает когда мы с вами прописываем свои личные какие-то цели в первую очередь это касается финансовых целей давайте друзья напишите для себя в цифрах какую выручку какую выручку сколько тысяч рублей вы хотите получить в первый месяц после открытия ну например я в конце месяца хочу получить выручку в размере 500 тысяч рублей или там за 300 тысяч рублей может быть кто-то там 100 тысяч рублей кто-то вообще там сам на себя работает и пишет для себя что там в конце значит там не знаю июля 2020 года я хочу получить выручку там не знаю там 250 или даже 273 тысячи рублей а далее наша задача прописать как добиться этой самой выручки но скажем для этого нужно каждый день делать 15 стрижек там например два сложных окрашивание 4 несложных 5 маникюров 3 наращивание ресниц и далее понятно вы четко знаете сколько стоят ваши услуги сегодня сколько эти услуги будут стоить сразу после снятия карантина и как только вы откроетесь сколько они будут стоить в особый режим вы понимаете продумывайте свои уникальные торговые предложения вы понимаете какие будут какие маркетинговые инструменты вы будете использовать какие будут проводиться акции и так далее но здесь важно если я хочу 500 тысяч рублей выручки в конце первого месяца после открытия карантина я четко понимаю сколько того или иного а то или и но тех или иных видов услуг я должен сделать и на какую сумму это очень важно потому что когда мы прописываем мы понимаем что может быть нам стоит снизить цену на стрижке но не знаю предположим там на 300 рублей а маникюр наоборот поднимем до 200 вы сейчас не привязывайтесь конкретным видом услуг которые говорю вы них разбираетесь больше я просто привожу пример важно прописывайте все в блокноте ли вы прописываете в тетради в заметках главное прописывайте как именно вы хотите достичь желаемой суммы как комфортнее будет вам достичь 15 стрижек в день по 1000 рублей и 1 мейкюр за 2000 но это сложно например вы понимаете или нет мы сделаем два сложных окрашивания за 10000 и там две лазерных эпиляции за три с половиной тысячи рублей четко и важно здесь это все прописать а теперь давайте то есть если вы прописываете свою финансовую цель и четко прописываете пункты следования к своей финансовой цели пункта достижения результата чем важен этот план чем важно прописывать да мы начнем реализовывать воплощать наш с вами план в жизнь мы выберем в руки и понимаем что все пошло не по плану все пошло не так как в том анекдоте а у вас была какая-то стратегия вы исследовали да у меня была какая-то стратегия я исследовал у вас не получается но тем не менее мы берем наш план который мы с вами вместе дружно прописали и вместе зачеркиваем то что не получается и прописываем новое здесь опять четко важно прописывать и смотреть соблюдаем не соблюдаем а что меняется а что нужно изменить для того чтобы у нас получился результат а сейчас важно понимать а кто ждет кто хочет кто придет если у нас с вами салон красоты кто придет в этот салон красоты и кто готов уже открыть свой кошелек кто готов принести свои денежки пусть немного но заплатить за ту или иную услугу здесь мне понравилась интересная статистика она свежая на сегодняшний день рбк опять что называется спонсор по намерением заниматься чем-либо получать какой-либо вид услуги и так далее я конечно начну с услуг косметолога и массажиста здесь как нам пишут аналитики идет прирост до 12 процентов тут сравнивают первую неделю апреля 9 процентов было людей которые выразили желание намерение о том что обязательно они сходят в спа-салон посетят косметолога сделают какую-то красивую приятную процедуру для себя потом следовал провал до пяти процентов в начале мая моя доля желающих посетить косметолога массажисты или спа-салон устойчиво растет что еще интересно то есть мы с вами понимаем у людей да мы говорим о том что эти цифры приведены аналитиками на основании опроса мы говорим только те кто принял участие в опросе и понятно что-то аудитория которая может быть обслуживаются у вас или вы хотели бы чтобы она обслуживалась могла принять участие в этом опросе а могла и не принять давайте попробуем провести другое собственный опрос тем не менее мы видим с вами долю аудиторию которые есть это желание они выразили намерение может быть они еще не знают как они его существуют но у них есть намерение и и желание а вам дальше друзья с этими желаниями уже работать, нам с вами с ними работать. И неважно, какой это вид бизнеса, красивый или очень красивый. Еще интересные цифры по услугам химчистки и ремонта. Например, в начале карантина таких, кто планировал воспользоваться такими услугами, было 3%, то в последнюю неделю мая таких уже 9%. Интересная статистика по обучению новым скиллам. Вы видите, сколько сейчас всякой замечательной, полезной и не очень полезной информации, но тем не менее открываются новые курсы. Везде идет онлайн обучение, оффлайновое обучение приходит в онлайн, предлагают освоить новые скиллы, предлагают получить сертификаты, освоить новую профессию, повысить квалификацию. В общем, тем не менее, мы говорим о тягах знаний. И в начале нерабочих дней 42% россиян, которые участвовали в этом опросе, изъявили желание повысить свою квалификацию или приобрести какой-то новый скил, пройти онлайн обучение. Когда наш карантин подходит к концу, мы сейчас говорим про последнюю неделю мая, то число с 42% снизилось до 34% участников исследования. Ну, все стабильно, хорошо с продуктами питания. Понятно, магазины, супермаркеты, за продуктами ходим все. Здесь цифра с 86% даже выросла до последней недели мая, до 91%. Как объясняют эксперты? Вообще, да, вот они провели исследование, вот такой опрос, вот такие цифры, почему, что, чего, откуда. Они объясняют это двумя фактами. Здесь важно еще раз обратить внимание, что мы говорим о фактах, не о каких-то мнениях, не о каком-то там экспертном, не знаю, пусть даже экспертном предположении. Мы говорим о двух фактах. Первое, ну, возвращаясь к фитнесу, да, ЗОЖ, там, история не массовая, к примеру. Какие-то еще вещи, типа там, фильмы, смотрения сериалов во время карантина, они, в принципе, надоели за время самоизоляции. Ну и второй факт, что россияне начали выходить на работу, и все больше людей возвращаются в нормальный ритм жизни, и, соответственно, у них остается меньше свободного времени, и меньше свободного времени участвовать в вопросах в том числе, и, я не знаю, какие-то абстрактные желания формулировать. Мы давайте говорим о конкретных желаниях и рассчитываем, что наши с вами покупатели, у них есть конкретные желания, они их уже выразили, мы с вами готовы эти желания осуществить и готовы работать с этими желаниями. Новость дня. Традиционная рубрика «За красивую старость будем платить». По данным агентства Research & Markets, в ближайшие пять лет рынок косметических средств и услуг, нацеленных на старшее поколение, вырастет на 58%, аж на целых 58% и достигнет почти 80 миллиардов долларов. Представители бьюти брендов считают, что вскоре лиц старше 65 лет будет больше, чем детей до 5 лет, а старение станет одним из ключевых направлений в индустрии красоты. Так это или и не так, как в нашем непосредственно регионе, в Московской области, уверена, что знает руководитель сети салонов красоты или коблик, наша гостья Светлана Лурье, которую я сегодня пригласила в проект «Бизнес на карантине». И да, мы все прекрасно понимаем, две самые пострадавшие отрасли – рестораны и салоны красоты. И только ленивый, наверное, не прочитал о том, что 30%, как пишут на официальных сайтах, не откроются. Все это, конечно, печально, все это почва для размышлений, но сегодня хотелось бы не говорить об этом, не говорить о том, что не получится, у кого не получится, как не получится. Давайте по косточкам разберем, как именно не получится. Друзья, мы сегодня говорим о том, у нас с вами все получается. Еще раз, да, возвращаясь к нашему началу, мы с вами успешные и счастливые. И уж как мы этого добьемся, мы себе четко пропишем. И, соответственно, подводя к нашей гости, да, возвращаясь к вот этим двум сферам, да, салон красоты и рестораны, еще раз хотела отметить, что выходов-то всегда несколько, да. Ну, понятно, первое – там совсем закрыться и забыться, там начать что-нибудь другое и не факт, что пойдет. Начать то же самое с нуля и не факт, что пойдет. И дать вторую жизнь бизнесу, переориентировать свой бизнес – не факт, что пойдет. Ну, как минимум три из четырех вариантов ответа на этот вопрос. Про риски, а значит, про бизнес. А мы же с вами люди, которые делают бизнес, мы же с вами люди про бизнес, мы же не с вами не люди, которые там все надо кричать, что паника, все закрыть, все, вообще ни о чем не думать, я не знаю, закрыться в своей раковине и сидеть там, и не отсвечивать, да. Мы с вами совсем другие люди. Один из вариантов этих ответов выбрала наша героиня Светлана Лурье. Как вы понимаете, она выбрала четвертый вариант ответа, дать вторую жизнь, второй шанс бизнесу и переориентировать его. Пока наша героиня будет подключаться, я знаю, что она мне уже отправила запрос, я сейчас ее присоединю к нашей с вами беседе. Я хотела бы, да, вот я вижу, я хотела бы еще сказать, что кто не зашел на страничку в Инстаграм Светлана Лурье, для тех сообщу, да, руководитель сети салонов красоты Ликоблик, бизнес-практик. Но за это время Светлана создала свой лонг-пейдж, прокачала внешнюю экспертность, внутреннюю у нее уже была прокачана и давно. Она проводит консультации по бизнесу, и я цитирую «Бизнес-сопровождение от идеи до результата» и «Монетизация ниши». Конечно, мне и вам, наверное, хотелось бы использовать эту встречу как бесплатный вебинар от Светланы Лурье, ведь то, что она рассказывает, это то, что нужно нам всем – реанимация, бизнес-поиск и монетизация ниши. Но по правилам проекта сначала вопросы, в них, как мы с вами на прошлой сессии говорили, мы и услышим ответы. Светлана, добрый вечер. Маша, рада, очень-очень рада тебя видеть, и всем привет, всем-всем-всем-всем добрый вечер. Добрый вечер. Ивана, хорошее настроение у вас сегодня? Вот по шкале от 1 до 100, какое оно у вас сегодня? Ой, ну, 85, скажем так. То есть чуть-чуть не хватает до соточки? Чуть-чуть не хватает, да, не хватает до соточки. То есть наши беседы, мы еще раз поговорим о хорошем, о том, что у нас с вами, у вас будет получаться, я уверена, и у нашей аудитории, послушав вас, тоже многое будет получаться, и будет получаться хорошо, и от этого поднимется настроение у всех. Мы не будем говорить о том, что... Спасибо, Маша, спасибо. Маша, мне так нравится ваш позитивный настрой, вообще просто великолепный. Вот, я слушала, как вообще позитивно за веру в бизнес, за веру в результаты, вообще вот прям, что у всех все получится. И это вот реально работает, это реально настраивает на очень такую хорошую волну, на хорошее настроение. А 15%, они, знаете, когда прибавятся, когда наш губернатор вот так нам махнет, открываемся, и вот эти 15, они прям прилипнут сразу же. И мы будем, конечно, очень рады открыть. Друзья, те, кто думает, что у всех, у нас все плохо, а, катастрофа, ну помните про эти 15%, которые гарантированно придут, ну просто, хотя бы про них, да? Ну, конечно, конечно, ну конечно. Нас стоило бы пойти вместе вперед за этими денежками. Вот самый главный вопрос к вам. Как научиться преподавать то, что умеешь делать хорошо сам, а самое главное, второй этап, как продавать то, что ты умеешь преподавать. Как продать. Ну, Маш, здесь вот вы очень верно сказали, потому что здесь как бы есть две составляющие. Когда у тебя появляется некая твоя экспертность, когда ты понимаешь, что ты в бизнесе много-много-много, и шишек у тебя много, и дорога у тебя уже большая, и длинная, и ты понимаешь, что ты прошла уже какие-то кризисы, и дальше их будешь проходить, и еще они будут однозначно. И сейчас время это тоже, это тоже определенный кризис, но его можно рассмотреть как рост, а не как падение. Его можно по-разному рассматривать. Вот. И вот эта вот часть, это как бы одна часть. А другая часть, это продажа. Это та продажа, когда ты упаковался, когда ты знаешь свою экспертность, и когда ты свою экспертность начинаешь людям предлагать. Это очень непросто. Тем более сейчас все, я бы даже сказала, что я немножко припозднилась. Я бы сказала так, потому что твою собственную программу я начала создавать еще в прошлом году. И какое-то время назад люди просто стали спрашивать, а расскажи вот про это, а вот про это расскажи. Слушай, а как вот это ты делаешь? А как вот так вот? А может быть лучше вот так, а может быть лучше вот так. Вот. И вот эти все вопросы, они привели к созданию некой такой программы, где, ну, у меня появляется возможность уже поговорить с людьми, рассказать им, как пошагово простроить бизнес и, возможно, избежать каких-то определенных неудач, может быть. Я понимаю, что у каждого абсолютно свой путь, и все мы набиваем свои шишки, но тем не менее, когда ты идешь с неким таким человеком, который уже знает, как и тех, который такое, ну, чуть-чуть наставничество, что ли, я бы это сказала так, да, который может спросить, а ты вот это делала, а что вот получилось, и как вот из этого получилось? Да, конечно же, хочется уже поделиться, чтобы люди не набивали таких шишек, а просто уже вот рассказать, что вот так будет лучше, вот так вот, например, вот так. А если вы, ну, пойдешь туда, как в той сказке, да, вот ты можешь туда пойти и туда, и туда, и найдешь вот все разное. Это не значит, что это будет плохое, но это просто будет, у каждого это будет свое. Это не значит, что люди должны, если ты им делишь свои экспертности, это не значит, что люди должны идти твоей дорогой. Каждый человек, он настолько индивидуален, и в нем настолько много интересного всего, и настолько много творчества. Ну, как бы, ну, понятно, что человек творит в своей жизни. Вы правильно заметили, даже свой собственный путь правильнее выстраивать, когда есть на кого можно посмотреть, есть кто протянет руку в какой-то момент, да, ведь это так важно, когда ты не один идешь, эту тропу протаптываешь, а когда с тобой рядом есть кто-то. Поэтому практики и экспертные мнения, они очень важны и нужны. Но, тем не менее, я хочу вас спросить, вот если бы не карантин, все это бы то, что вы задумывали и планировали, оно случилось бы позже или нет? Оно своим чередом, в общем, так и случилось. Вот, ну, не было бы карантина, и все бы так и случилось. Сейчас бы вы уже начали себя позиционировать в новом качестве. Ну, на самом деле, я думаю, знаете как, вот то, что касается вот создания там моей программы по развитию бизнеса, то оно случилось, как случилось. Потому что я ее создавал целый почти год. То есть я собирала свои мысли, я собирала свои какие-то взгляды, я собирала свои знания, я собирала какие-то пошаговые инструкции, которые можно разрабатывать исключительно индивидуально, потому что мне, конечно, очень нравится такая общая тенденция, когда мы все бегом идем в марафон, и все, давайте, там и все, там все собрались, 20 человек, и мы все пошли в марафон. Я тоже, поверьте, не участник, мимо меня не прошло. Я бы участвовала в трех марафонах по развитию Инстаграма, тоже посмотрела, что я там могу, что я не могу, сравнила себя с другими. То есть какая-то оценка такая из себя тоже произошла. Потому что очень важно, когда ты имеешь какую-то обратную связь. Потому что когда ты что-то делаешь, если обратной связи вообще никакой нету, и у людей никакой нет реакции, ну, значит, ты точно куда-то не туда идешь. Все-таки реакция должна быть. Даже плохая реакция, она тоже реакция. Поэтому, конечно, интересный взгляд со стороны. То есть интересна вот такая обратная связь, и я часто людям говорю, дайте мне обратную связь. Вот я вот так сделала, как вам. Дайте мне обратную связь. Потому что, как говорит один человек, вполне вероятно, что и многие другие тоже так скажут. Вот, и поэтому сейчас, когда очень много образовательных программ, очень интересных программ, и очень интересные спикеры, очень интересные, они сейчас проводят бесплатные марафоны, бесплатно, то есть вот сейчас в карантин, можно с людьми пообщаться и поучаствовать практически за очень-очень или небольшую сумму денег, вот, или практически бесплатно. Вот, поэтому сейчас информации очень много, и её, конечно же, прям вот надо брать, 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 потому что сейчас это как раз то время, и свободного времени много, но я надеюсь, она уже заканчивается в свободное время, потому что сейчас я так люблю слово «работа», поэтому я жду, когда свободное время уже будет заканчиваться. Да, по поводу свободного времени могу с вами чуть-чуть вам возразить, потому что вот это вот понятие, у всех это разное совершенно понятие, свободное время, что вы под этим подразумеваете? Если вы не можете найти свободное время на то, что вам хочется, на то, что вам нравится делать, ну, тут вопросы большие, вообще вопросы будут непосредственно к человеку. Что значит «нет свободного времени»? У нас всегда нужно находиться во время на то, что нам нравится, что делает нас лучше и что даёт нам пользу. Нет, конечно, конечно. А не о каких-то там развлечениях, типа там, ну, фитнес или там, что-то мило, или ещё что-то, что на карантине часто делали люди. Если мы говорим о самообразовании, ну, как можно на это не найти время, даже с работой? Но вы всегда... Ну, знаете как, вот если ты очень любишь вот то, что тебе очень нравится, и ты туда идёшь, то ты однозначно в своём расписании жизни это поставишь на первое место. Как правило, какие-то вторичные вещи, рутинные вещи, всё равно они в нашей жизни есть, да, какая-то рутина. Ну, вот какое-то хозяйство там, какая-то уборка там, ещё там что-то. Ну, у каждого что-то своё, да? Поэтому, конечно же, мы это отодвигаем и на первое место всегда мы ставим то, что нам максимально интересно. А потом уже, знаете, как по шкале такой, надо, и ещё больше надо, а ещё больше надо. А когда вот очень надо, оно где-то вообще в конце болтается, потому что этого точно не хочется. А когда это очень интересно, то... Это не очень было нужно. Светлана, скажите, пожалуйста, ну, это мы правильно понимаем, это отрасль так меняется, и вы за ней, или вы меняетесь, меняетесь, и, собственно, дальше уже за вами, вы меняетесь, и за вами меняются ваши салоны, меняется в целом индустрия красоты. Как это у вас происходит? Ну, знаете как, просто я считаю, что бизнес, он вообще не может жить в стагнации. У него нет точки в стагнации. Он, получается, так, развивается, вот, или он останавливается и пошёл вниз. Вот ты или так живёшь, или так живёшь. Вот эта точка, когда ты остановился, у тебя так всё классно, хорошо, и ты просто немножко замер, успокоился, это надо вот ловить эту точку и понимать, что из этой точки ты дальше обязательно куда-то пойдёшь, или вниз, или вверх. Поэтому такого замирания нету. Поэтому всегда есть в бизнесе, всегда есть определённые движения, и мир, на самом деле, он изменчив, и когда начинает казаться... Вот, например, в какой-то точке работы пока нас не закрыли, мне казалось, что, ну, прям стабильность, она такая... Прямо прям стабильность, стабильность. Мы так хорошо работаем, у нас такая хорошая клиентская база, которую мы любим, он, который любит нас, и прям, ну, такое хорошее состояние стабильности, что всё хорошо. Но на самом деле, как показывает время, как показывает вообще жизнь, как всё показывает, и жизнь в нашей стране в том числе, и в мире, ну, сейчас понятно, что весь мир не то, что меняется, а он как бы немножко страдает, я бы сказала, потому что изменения, они не всегда в лучшую сторону у кого-то, и вообще как бы и в бизнесе тоже. Поэтому немножко мы страдаем, вот, и всё это меняется, и самое стабильное – это нестабильность мира. Вот я бы сказала так. Поэтому, когда ты меняешься, мир меняется, ты понимаешь, что изменения просто неизбежны, и ты принимаешь эти изменения, и ты понимаешь, что да, ну, да, ну, просто вот так, просто по-другому не будет. Поэтому ты меняешься вместе с миром, и ты изучаешь что-то, ну, например, если про развитие говорить, да, то ты понимаешь, что ты не можешь оставаться вот в той позиции, только какая есть. Тебе надо ещё что-то добавлять, изучать, смотреть, что дальше. И точно так же салоны красоты, они становятся более компьютеризированы, они становятся более, переходят, ну, сложно перейти в онлайн, конечно, по подстрижкам, вот я точно понимаю, да, там, и, допустим, по маникюру, педикюру всё-таки хочется обслуживания, когда тебя, когда тебе заботится мастер, когда всё делает мастер, и это очень всегда приятно. Но я хочу сказать, что многие вещи же мы сами теперь можем делать, да, и сколько для волос, например, укладочных средств, каких-то утюжков, каких-то уже там таких вот вещей, которые раньше мы, например, не могли использовать, а сейчас мы дома можем использовать это. Но, тем не менее, салоны, я, ну, свято в это верю, что салоны будут всегда в войну, и то люди ходили в салоны, и женщина всегда хочет быть красивой, это абсолютно нормальное желание вообще каждой женщины. Вот, поэтому... Как изменятся ваши салоны красоты? Вы говорили о доставке косметики, как раз о профессиональных уходах вы работаете, с той косметикой, к которой ваши клиенты привыкли, онлайн-консультации, что-то ещё, что ещё изменится? Ну, вот тоже, опять же, да, как бы задним числом думать бесполезно, да, нет в истории сослагательного наклонения, да, но хотелось бы ввести это раньше, доставка, допустим, косметических средств через сайты онлайн, она сейчас очень популярна, это показывает то, что со своими клиентами можно общаться на эту тему, и мне, например, эта тема тоже интересна, потому что если сейчас люди очень ценят время, самое ценное – это время. Вот прям оно прям необыкновенно быстро течёт, и мы его очень сейчас ценим, и люди, которые приходят в салон, ведь они же могут и подстричься, и получить консультацию, в том числе, например, если сейчас на месте нет специалиста, вот было бы здорово, чтобы, например, специалист онлайн рассказал о каких-то вещах, мы сейчас не говорим о серьёзных процедурах, где нужна консультация обязательно, чтобы посмотреть кожу там и так далее, то есть каких-то серьёзных вещах, но, например, посоветовать что-либо в формате совета, вот, а не такой прям серьёзной консультации, то, конечно же, это очень удобно, да, вот если я, например, я, к примеру, говорю, там очень тёмного цвета, допустим, я брюнетка, вот, насколько быстро я могу выйти в блондинку? Ну, понятно, что человек может посмотреть в парикмахер и сказать, да, вот смотрите, с первого раза у вас не получится, но второй-третий раз он принесёт вам вот такое-такое осветление, и тогда человеку не надо ходить, он может онлайн получить, получить вот эту консультацию. И точно так же, какой ход, если сухие волосы, что бы мне, например, из продукции Лореали вы бы посоветовали? Вот, например, есть шикарное масло Лореаль, ну да, здорово, вот можно у вас? Да, можно, заказали, приехали, забрали. То есть это немножко такой процесс онлайна, но в то же время он не исключает оффлайн, то есть люди всё равно будут приходить стричься, то есть они будут приходить делать сложные окрашивания, вот, но в то же время они могут получать ещё какую-то другую процедуру. И мне вот это нравится, это было бы здорово, я так считаю. Вот, и мне хочется ввести такие вещи, чтобы в салоне это было. Не кажется, кто-то из вашей команды скажет, что вот мы умеем хорошо стричь и хорошо красить, а вот что-то преподавать, онлайн консультировать мы не умеем, вообще это не наша сфера. Мы хорошо работаем вот головой и руками. С какой категорией мастеров? Они останутся в оффлайне? Хватит ли им заказов, хватит ли им работы? Ну, скажем так, во-первых, всё покажет время, это раз. Во-вторых, как вы правильно сказали, ведь всё же меняется, и мы же меняемся также, соответственно, тому времени, который приходит к нам сейчас. И на рынке рекрутинга, я тоже хочу сказать, что тоже будут изменения, и будут цениться максимально специалисты, которые, конечно же, кроме того, что они работают руками и понимают технологические процессы, и это очень здорово, когда человек может рассказать уже об этом. Смотрите, какое огромное количество людей сейчас вышло в Инстаграм. Какое огромное количество вещает, рассказывает, может говорить хорошо в Инстаграм. То есть в любом случае люди стали более открыты. То есть они более могут рассказать о чём-то. Ведь, например, 10-15 лет назад мы представить себе не могли, что такое количество людей будет в Инстаграме рассказывать о своих услугах, о том, что они делают, они показывают. Причём очень красиво и интересно, и огромное количество информации. Поэтому я считаю, что как раз вот на рынке труда тоже будут изменения. И понятно, что всегда будут люди. А значит, тем, кто не дотягивает, есть как раз мотивация подучиться, да, ещё больше прокачать свою внутреннюю и внешнюю экспертность. Ну, конечно. Вот вы говорите, салоны будут всегда. А как вы думаете, увеличится ли количество самозанятых парикмахеров, наил-дизайнеров, бровистов? Однозначно. Однозначно увеличится. Которые сами на себя, но чисто в своём узком направлении. Вы знаете, я бы тоже разделила две вещи. Потому что очень большое количество девушек сейчас, ну, пусть они официально не самозанятые, но, тем не менее, как бы им очень нравится красивый бизнес, бровисты, допустим, те, которые исключительно делают там ботокс для волос. То есть это люди узкой такой направленности. И вот эта самозанятость для них идеальная, вообще идеальный вариант просто. Вот. Потому что вот они делают то, что они делают. Вполне вероятно, они мамочки, у них есть дети, они сидят в декрете. Вот. Или у них нет возможности, например, снять, они только начали. У них нет возможности снять, например, какое-то помещение. Это можно делать дома, приглашать домой, быть самозанятым. Вот. И на самом деле, как бы, такой хороший формат для таких людей. Вот. Но в то же время я считаю, что салон красоты – это такая большая, огромная лодка. Знаете, вот такой большой корабль. Причём такой красивый и большой корабль, где ты можешь прийти и воспользоваться массажем для тела, допустим, сделать брови, да, покраситься, сделать маникюр-педикюр. То это спектр услуг гораздо шире, где ты приходишь не просто сделать себя красивой, но ты приходишь провести время. Вот смотрите, вот сейчас мы не можем выезжать за границу. Вот я смотрю, я очень внимательно вашу статистику послушала. Люди, которые хотят прийти в СПА, люди, которые хотят прийти к косметологу, сделать там массаж лица, расслабиться, потому что всё равно мы немножко в стрессовой такой ситуации сейчас находимся. Вот, и это приятно. И женщины хотят этого сделать. И смотрите, ведь не уменьшается количество этих людей, но это совсем другая направленность. Где ты приходишь на вот этот вот красивый лайнер, ты туда заходишь, и тебя качественно, хорошо, приятно, да, и вкусно, я бы сказала, обслуживают. Ну, согласитесь, это же здорово. Ты получаешь, я всегда говорю, это тоже часть моей программы, что мы продаём, мы продаём эмоции. Всё, что мы можем продать сейчас, это эмоции. Товара, туча просто, тысячи баночек всяких разных, миллионы. Но мы продаём эмоцию. И если вы эмоционально наполнены после посещения салона красоты, то вы как раз получили то, не просто окрашенные волосы, а получили такой некий элемент счастья, я бы сказала, и радости. Поэтому у нас такой товар, о котором мы говорим, товар – это эмоции, и в первую очередь, ну, это позитивная эмоция, это счастье. Почему нет? Это можно назвать, что вы продаёте счастье. Конечно, мы продаём продавцы счастья. Продавцы счастья. Так и есть. Конечно, в салоны красоты приходят именно за счастьем. За счастьем. Но, тем не менее, Светлана, мы когда с вами готовились к этому, к этой встрече, бизнес на карантине, вы сказали такую фразу, что салоны красоты могут стать роскошью. Что вы вложили в смысл этой фразы? Что значит роскошью? Это говорит о ценообразовании, что сейчас резко возросли цены на, в общем, косметические препараты, на косметические линейки, которые вы используете? Или мы сейчас говорим не про деньги. Роскошь в каком смысле слова? Ну, я считаю, что, знаете, роскошь – это живое общение. Вот смотрите, одно дело, вы покупаете квартиру онлайн. Да, вы её смотрите. Да, вот как мы сейчас с вами общаемся. Мне очень приятно и интересно. Но давайте себе представим, что мы, наконец, увидимся и сядем за чашечкой кофе. Маша, я буду очень счастлива ощущать вас рядом. Понимаете? Я считаю, что человек – существо социальное. Вот. И социум человеку необходим. Конечно же, часть людей останется в онлайне. Конечно, часть людей будет заказывать товары. Это удобно, быстро. Но я считаю, что после того, что с нами вот сейчас происходит, обязательно будет соединение оффлайна с онлайном. То есть это будет некое такое слияние одного с другим. То есть это не исключение, что вот только так или только так. Нет. Это будет как бы вот такая единая структура, где, если я хочу сэкономить время, я его буду экономить, заказывать онлайн и быстренько получать консультацию. Но если я хочу роскошного времяпровождения, назовем это такой лакшери, вот, то я пойду в салон красоты, где я пообщаюсь с любимым мастером, где мне предложат большое количество услуг. Поэтому я считаю, что будет так. Или вот такие салоны, где будут максимум предлагать, или это будет таких вот большое количество самозанятых, что тоже очень здорово, что можно прийти, быстренько брови сделать, быстренько еще что-то сделать. Но я считаю, что салоны это времяпровождение. А в салон именно прийти, посетить, и такая площадка для нетворкинга, да, своего рода. Да, конечно. Потому что в салонах, да, конечно, конечно. Это, понимаете, прийти пообщаться, обменяться некой энергией, сделать комплимент друг другу. Это совсем другое. А в студенте это важное, да. Да, 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 да. Одно дело просто сделать что-то быстро, потому что это необходимо, а с другой дело как времяпровождение. Поэтому я думаю, что, конечно же, салоны, вот не в плане цен они будут роскошны. Я считаю, что наоборот, в данной ситуации многие салоны, вот сейчас я просто наблюдаю в интернете и тоже отслеживаю, кто как работает. То есть по стране мне интересно, в разных городах, не обязательно Солнечногород брать, а в разных городах очень интересно. Вот. И несколько вот там моих подписчиков я смотрела, люди предлагают очень хорошие на июнь месяц бонусные программы, потому что они начинают готовить людей. Я бы всем посоветовала, конечно же, и я тоже хочу так это сделать, чтобы в июне была хорошая бонусная программа. Одна из программ, я хочу там татуаж сделать, у нас мастер Ольга Клинк, вот. И я хочу, чтобы вот она тоже предлагала, то есть мы с ней обсуждали уже этот вопрос, и чтобы это была очень какая-то хорошая цена, прямо от которой невозможно отказаться, как вот подарок клиентам, чтобы люди могли здесь кинуть бонус. То есть какая-то антикризисная программа, она, я считаю, что она должна быть. Вашем мастере именно по перманентному мейкапу, который у вас есть, вот что вы можете сказать для руководителей или других бьюти-студий, скажем так, выгодно ли это вложение, вкладывать средства в оборудование и в хорошего мастера по перманенту? Это востребовано сегодня? Имеет ли это смысл? Выгодно ли это? Перманент востребован однозначно, однозначно востребован перманент, тем более сейчас перманент, он совсем, он очень разный и вообще совсем другой. То есть он настолько приближен к свежеокрашенным бровям и губам, что сейчас уже перманент невозможно отличить. То есть это совсем не татуаж и брови, ну как вот, как татуировка, скажем так. Не хочу никого абсолютно обидеть. По сути мы говорили о мейкапе, да. Да, да, да. На него спрос сегодня так высок, а те, кто вот просмотрелся, только что. И, о боже, на это такой большой спрос. Есть ли смысл нам попробовать развить свой салон красоты, свою бьюти-студию и взять, найти хорошего мастера и вообще вложиться в это, в оборудование, в обучение? Это будет какой-то период времени? Или на это тоже? Смотрите, как правило, ну вот смотрите, я в этом бизнесе почти 20 лет. Но вот и всегда что-то меняется. Вот у нас был солярий, и в этот солярий стояла какая-то километровая очередь, потому что солярии только начались. Потом все поняли, что солярий это не панацея, выезжать за рубеж стали очень часто и много, загорали естественным способом, и как бы солярий сам с собой стал отходить. Появились коллагенарии, и так далее, другие какие-то там еще вещи. Вот, и понимаете, рынок, бьюти-индустрия, он развивается стремительно. Вот я езжу каждый раз, два раза в год на Крокус-экспо смотреть Интершарм. И каждые полгода, каждые полгода что-то новое, каждые полгода что-то новое. Это быстро-быстро-быстро меняется. Поэтому, если вы хотите вложиться сейчас в какую-то востребованную процедуру, берите и вкладывайтесь, но делайте это быстро, для того, чтобы вы успели быть в тенденции рынка. Если вы собираетесь вкладываться, и три года думаете, вложиться или нет, то лучше не надо вкладывать. Вот делайте здесь и сейчас. Маша, вы очень правильно сказали. Вот берите, составляйте бизнес-план, сделайте декомпозицию. Очень замечательная вещь такая, которую я тоже рассказываю. Декомпозиция, когда вы обратно считаете, я его называю обратным отсчетом. Когда я хочу 50 тысяч в месяц, я молодой мастер, как мне сделать так, чтобы у меня было 50 тысяч? Сколько должно быть клиентов? Какая должна быть маржа? Как все это дело вот вообще раскрутить? Сколько вложиться в рекламу? То есть много-много-много пошаговых таких вещей. Как сделать эту декомпозицию? Все это в обратку раскрутить и понять, столько-то человек должно приходить ко мне. Вот это я могу, это я не могу. Сколько там затрат? Так же бизнес-план посчитать, сколько будет. И когда все вот это можно сделать, можно прикинуть, потяну я это или нет. Вот как-то так. Еще одна популярная сфера, тоже вас прошу, помимо перманентного мейкапа, лазерная эпиляция, дорогое оборудование, насколько мы знаем, и если имеет ли смысл туда вкладывать, опять, это тренд с сегодняшнего дня, мы не знаем, что будет завтра. Имеет ли смысл? Если человек сомневается, размышляет, вроде как это сейчас модно, они понимают, что установи я у себя это оборудование, научись я делать так же, у меня сразу будет поток клиентов. Но здесь тоже далеко не факт, что так будет. Потому что рынок уже, может быть, перенасыщен. Хороший вопрос. Да, конечно. Лазерная эпиляция пришла не вчера. Уже несколько лет на рынке лазерная эпиляция, она заняла прям хорошую, четкую нишу такую, как отдельная процедура. Но вот, она была, есть и будет, однозначно. Теперь давайте подумаем. Как-то я вот училась на одном очень интересном бизнес-курсе, и я спросила, вот как вы считаете, вот как вы, Маша, меня, я спросила нашего преподавателя, как вы считаете? Он мне сказал, а у вас город-миллионник? Я говорю, нет, полумиллионник? А сколько у вас живет народу? 50 тысяч. Если вы покупаете лазерный аппарат за 3 миллиона, то вы должны понимать, что вы его предлагаете городу, в котором живет 50 тысяч. Это та же самая декомпозиция, понимаете? Просчитайте. Просто посчитайте. Если у вас есть, если у вас есть сторонний доход, если у вас есть лишних 3 миллиона, если вы хотите упаковать в салон по последнему слову техники, конечно, это сделаете. Конечно. Я однозначно скажу, да. Но надо понимать, что окупать вы это будете крайне долго. В городе... Ну, выбор, выбор за каждым. Да. Потому что, если принять во внимание то, что хотелось бы, чтобы еще, например, в Солнечногорск ко мне из Москвы ездили, не стоит забывать, что Москва город-миллионник. И там таких студий. Конечно. Конечно. Каждый человек, главная от вас рекомендация все прописывать и просчитывать. Однозначно. И то, что мод сегодня и сейчас и трендовая, это не означает, что это будет также через 5 лет, через 10 лет. И также, вы знаете, для тех, кто, как вы говорите, хочет, например, вложить деньги и открыть студию, ну, перманентного макияжа и так далее. Посчитайте, пожалуйста, уже все мы сейчас очень продвинутые, мы знаем, где задать вопрос. Интернет наш вообще советчик и ответчик, вот, пожалуйста, наберите Wordstat и вы там узнаете в Яндексе, сколько спрашивали, сколько запросов. То есть, есть поисковики, которые отвечают на заданные вопросы. И вы посмотрите, сколько человек это спрашивает. То есть, вот есть такие вещи, которые я вот тоже советую не бросаться, вот, а посмотреть. Потому что из 50 тысяч живучих в Солнечногорске, давайте 50% это дети и мужчины, ну, там, допустим, чуть больше, да, а затем женщины разного возраста, женщины, которые ходят в салоны, женщины, которые не ходят в салоны, и посчитайте, сколько останется. То есть, это опять нужно все просчитать, насколько рентабельно или нерентабельно это делать. Но опять же, здесь желание каждого и все зависит от денег. То есть, если вам хочется и у вас есть деньги, попробуйте, нужно просчитать, но сейчас для нашей аудитории еще важно, все можно просчитать, вот тоже, чтобы... Можно, конечно, можно спокойно сесть и читать, для этого не нужно быть там супер-пупер-бухгалтером или иметь экономическое образование. Просто в интернете надо узнать те поисковики, которые отвечают, посмотреть в этих поисковиках, хорошо посчитать, правильно просчитать все это, заложить туда маржу, которая вам нужна для того, чтобы получить ту сумму денег, рассчитать, сколько будет окупаться этот аппарат, который вы приобретете, и понять, нужно вам это или не нужно. Светлана, как вы считаете, стоит ли, и если да, то каким образом препятствовать тому, что мастера из салонов красоты работают на дому в период самоизоляции? А ведь они работают. И даже те, кто обратился в правительство Москвы с просьбой сообщить, с требованием даже сообщить дату открытия, они говорят о том, что запустили даже марафон с хэштегом «Салон небезопаснее». Нужно ли... Ну, лично я участник вот этих всех обращений, потому что я состою в чате директоров салонов красоты, и мы готовили эту акцию, и мы ее запускали, я лично прямо ее запускала, эту акцию, потому что я считаю, что вот это мое мнение, и я от него не откажусь. Вот оно прямо мое. Я считаю, что то, что происходит на самом деле, это просто безобразие, потому что я понимаю, что можно прожить без каких-то необыкновенных вещей, вот, но то, что мужчины должны стричься, военные должны стричься, должны стричься, милиция, все должны ходить подстриженные, а где они должны все это делать? Вот ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Посмотрите, как сидит наше руководство. Они все подстрижены. Каждые две недели мужчина стрижется для того, чтобы у него была максимально аккуратная стрижка. Нам приятно смотреть на наших губернаторов, которые очень хорошо выглядят. А вы посмотрите на мужчину, который не стрижется. Два месяца. Два месяца. Это же ужас вообще. И что получается? И здесь получается, что сами мастера, как бы, они не виновники произошедшей ситуации. Но получается так, что люди звонят и говорят, спаси просто, мы не можем так, но сделай что-нибудь. То есть вот это насильное закрытие, я считаю, ни к чему хорошему не приводит. То есть вот если месяц закрытия, это можно было нормально еще как-то пережить и потерпеть, то мое мнение, что нужно было ввести меры, где мы там в масках, где мы с дезинфекторами, градусниками и так далее. Мы по одному в салон запускаем, выпускаем. То есть мы не создаем толпы, не создаем какие-то вот, ну, огромные там толпы людей, вот, где бы люди, ну, так тесно не общались. Посмотрите на наш магазин. Магниты, пятерочки и так далее. Смотрите, вот я живу, у меня и мэтр, и матроскин, и магнит. И когда суббота, воскресенье, когда едут дачники московские, да, они практически все в масках и перчатках. Это все очень здорово. Но там такая толпа, все толпят. Этих людей в масках и в перчатках. Вот именно. Как бы они не были в защите, но если вы говорите, нам сверху говорят, пожалуйста, никаких массовых, да, и наоборот, надо как-то это сдерживать. Салон красоты, сейчас хорошо, отменят карантин, откроются салоны красоты. Есть такие салоны, которые, например, ну, есть такие салоны, не будем их называть, да, кто работает и на одноразовых клиентах, в том числе. Сколько человек зайдет в салон, мимо даже пройдет, то ура, открылся салон. Зачем толпы создавать там? Вообще, зачем толпы создавать на ресепшене, в той или иной зоне, в комнате, в общих залах, у кого есть общие залы, да, скажем так, эконом-класса салона красоты. Ну, вы знаете, Маш, сейчас я вам хочу сказать, что на самом деле вот прям очередь километровая, как это было там 30 лет назад, да, когда брикмахерин было там 2. Километровая, но те, кто арендует маленькое помещение и туда придут сразу, там, я не знаю, даже 5 человек, это много. Конечно, просто должны быть, допустим, вот сейчас в состоянии, в том, в котором мы находимся, да, опасности коронавируса, нужно было создавать те условия, когда люди как раз будут, не будут пересекаться. То есть можно было создать элементарные эти условия, тем более, что мы очень послушные. То есть салоны красоты, ведь они очень послушные. дается официальное на то разрешение. И сейчас 30% салонов красоты, которые вообще не откроются после снятия карантина, возможно, кто-то из них бы открылся, пусть по-другому, но они бы маленькими шажками начали бы доходить хотя бы до того уровня прибыли, которая была у них до того, как случился этот кризис. Потому что кризисов было много. Конечно, поэтому ту ситуацию, о которой вы сказали, мы переживаем, да. Вот то, что вы сказали, Маша, понимаете, это неизбежность просто. И то, что мастера ушли домой, то, что они все равно стригут соседей, друзей, каких-то своих уже тех клиентов, которые они давно знают, это правда жизни. И поэтому закрывать на это глаза, там, давайте я одену розовые очки и скажу, что это не происходит. Конечно, происходит. Конечно, И сейчас получается так, что наше правительство нас откинуло лет на пять назад, когда огромное количество было надомников, когда на дому было здорово все делать, потому что в два раза, три раза дешевле. Вот. Но сейчас, конечно же, все вот эти одноразовые материалы, все эти, все то, чем мы пользуемся, конечно же, оно очень дорого стоит. И понятно, что сейчас всем придется это покупать. И вариант там выйти в самозанятый, это лучший вариант, потому что это все равно некая официальная структура, все равно некая такая официальная работа. И также это дает возможность мастерам чувствовать себя тоже спокойнее. И таких людей будет много, это тоже неизбежность мира. Просто сейчас вот измененного мира. Вот и все. Светлана, скажите, пожалуйста, вот был ли у вас опыт на этот период по, сейчас много мы слышим о поддержке малого бизнеса, о субсидиях, об отсрочках по аренде, об отсрочках по налогам, о признании коронавируса как форс-мажорного обстоятельства? Был ли у вас опыт? Куда-то обращались? Какой-то путь, может быть, прошли за это время? Есть ли чем поделиться? Ну, смотрите, вот, конечно же, практически каждый директор салона, я думаю, куда-то обращался, потому что первое, конечно, состояние, это было состояние шока, потому что никто из нас не понимал, что это такое юридически даже, если у нас самоизоляция, вот я обращалась, например, за консультацией в банк, банк мне сказал, что вы хотите, самоизоляция, это ваше желание, хотите сидите, а хотите не сидите, то есть банк мне сказал о том, что это мое вообще решение, сидеть или не сидеть, на что, допустим, все остальные органы, да, там Роспотребнадзор тот же, да, наш губернатор, президент там и так далее, но вот все наше правительство говорит о том, что самоизоляция, сидите дома. И я обращалась в промышленную палату, нашу, спасибо большое, промышленной, нашей Санчиногорской промышленной палате, они прислали мне документы о том, что промышленная палата может принимать решение о том, что карантин является, даже не карантин, а вот ограничение в том, то, что нас закрыли, то есть это такое самоизоляция, насильственное закрытие, потому что мы не работаем не по своей воле. Его, эту ситуацию можно признать форс-мажором, но это очень сложно, у меня есть все документы, поэтому я все это прочитала, это очень сложный процесс, очень сложный юридический процесс. Почему? Потому что это очень разные вещи. В формате форс-мажора вы тогда имеете требовать, то есть это обстоятельства уже непреодолимой силы форс-мажор. Как цунами, понимаете, вас смыло, все, у вас нет. Поэтому форс-мажор юридически дает очень много, и тогда можно отказаться от оплаты аренды, каких-то еще там других вещей, сейчас я не могу точно сказать, потому что я не готовилась специально отвечать на этот вопрос, Маша, поэтому я просто уже все не помню о том, что я все читала, это было в начале еще карантина. Но форс-мажор не принимается. Сейчас есть прецеденты, вообще промышленная палата выдает такие документы по форс-мажорных аксоэд. Они это делают. А юридически дорогая эта процедура форс-мажора? Даже за банкротство физических лиц нужно платить, и платить немало. Когда человек банкротится, особенно физик, у него вообще нет денег. Вы знаете как, там, по-моему, какая-то пошлина, которая платится, она недорогая. Но как вам обойдется, но как юрист обойдется, насколько, вот как долго он будет доказывать в суде еще где-то, что это форс-мажор, вот здесь, конечно, я ничего сказать не могу. То есть у меня нет знакомых, которым бы доказали, ну, дали вот эту бумагу о форс-мажор. У меня такого нету, но я как бы разговаривала с нашим зампредседателем промышленной палаты, Сергея Александровича, ну вот, и претенденты сейчас ведутся такие дела о форс-мажоре. Как вот я говорю, что я как бы реально вот, ну, не могу сказать, что кто-то из моих знакомых вот этот форс-мажор получил, именно этот документ, а форс-мажор, который дает, опять же, повторюсь, очень многие преференции. Но то, что наше государство там дало нам некие, конечно же, элементы поддержки, да, и это имеет место быть, и то, что касается налогов, ну, спасибо, то, что не осталось просто как есть, а все-таки государство нас поддержало в том плане, что медицинское страхование, оно нам отменили, и получается, что мы, в принципе, не будем его платить, но подоходный налог они оставили, и подоходный налог, его даже, ну, пусть не сразу, но мы должны будем выплатить подоходный налог за эти два месяца, и хочется отметить, что подоходный налог составляет практически очень большую, там около 50%, чуть меньше, чем 50% с нашего МРОТа, обложенного налогами. То есть это достаточно приличная сумма, которую должны предприниматели заплатить. Это тоже. И то, что касается арендных платежей, спасибо арендодателям, которые, да, они сделали большую скидку, но тем не менее... Причем ваши арендодатели. Да, мои арендодатели, да, сделали, спасибо им. Вот, большое. Но, опять же, и это никто не отменяет. Вот если это форс-мажор, то да. А если это не форс-мажор, то все равно определенную часть мы должны заплатить. Но надо понимать, что ни один салон не работает. И два месяца денежки к нам не приходят. И все то, что у нас останется, неуплачено. Мы должны разбрасывать это в течение, допустим, там шести месяцев или там до следующего года, там, по-моему, налоги можно чуть больше. Это нужно у бухгалтера. Бухгалтер меня занимается этими вещами. Вот, то есть это можно отсрочить эти платежи, но они к нам, никто их не простил, и они тоже никуда не делят. Поэтому с учетом того, что рынок изменится, еще неизвестно, как оплатить, нам все равно придется. Конечно, приходится, придется трудиться много и поднимать бизнес самостоятельно, скажем так. То есть отказываться, может быть, от каких-то тех вещей, где что-то было позволительно. Если, например, нанимаешь тот человека, который тебя ведет в Инстаграм, то сейчас уже понятно, что уже не наймешь, а поймешь, что да, лучше я сэкономлю, но хорошо, давайте вот мы там все вместе пофотографируем. Да, поучиться и самому уже начать это делать. Конечно, поэтому вот эти вот три марафона Инстаграма, Маша, вот они не прошли даром. Не прошли даром. И это видно даже если зайти к вам в профиль на страницу. Тем не менее у вас... О, ну это далеко так от совершенства вообще, грустно. Что в вашем понимании совершенства? Совершенство вообще это совершенно такая индивидуальная вещь. Нет, совершенства абсолютно. Вы это все прекрасно понимаете. Нет, согласна. Но я как СММщик, как маркетолог, посмотрев в ваш Инстаграм, я вижу, что начало положено правильное. Ну да, наверное. А люди думают, как? Хороший Инстаграм, это вот там должно быть 3 миллиона подписчиков. Плохой Инстаграм, друзья, если вы его открыли две недели назад, заказали себе ботов и офферов или там еще хуже что-то сделали, ну как бы это не та история, и этим путем идти не стоит. У вас все классно, и мне безумно понравилось. Я прямо сейчас во время этого эфира и до его начала тоже рекомендую нашим зрителям, кто зайдет к вам в аккаунт, пусть пройдут по ссылочке и на ваш сайт. Это тоже пример того, как можно себя упаковать в свои услуги, упаковать в свой собственный личный бренд. Ведь мы говорим сейчас не о бренде конкретных салонов, в сети салонов Ликоблик, мы говорим о личном бренде Светлана Лурия, как бизнес-практика. И это хороший тому пример. Светлана, возвращаясь к переориентированию ваших салонов красоты, как площадка для общения, площадка для получения эмоций, площадка для нетворкинга, я не могу вас не спросить сегодня про абажур. Открой телефон. Ну, мне вообще повезло, назовем это так, я вообще во всех тех сферах, которые пострадали больше всего. Все, да? Да, 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 да. Я вообще очень люблю бытовые услуги населения, и поэтому на данный момент, конечно, это прям тот подост. Я хочу сказать, что, конечно же, в том формате, как это было, потому что это как раз максимальная площадка для общения. То есть это максимальная площадка, потому что я, вот честно скажу, я человек-коммуникатор. То есть я очень люблю коммуницировать, я очень люблю живое общение, я люблю гостей, я люблю людей. Мне очень нравится, когда люди между собой очень общаются хорошо, когда людям от этого классно. Мне это очень нравится. И я сама получаю от этого огромное удовольствие. Вот, поэтому такая площадка, которая была создана, она, конечно же, сейчас существовать вообще не может. Но вот то, что касается доставки, это не сильно рентабельно, я честно скажу, в нашем городе, потому что это не Москва. Потому что, опять же, возьмем декомпозицию и просчитаем, как это и сколько на этом можно зарабатывать. И поэтому я считаю, что иногда бывает так, что надо подзаморозиться, ну вот, подождать, ну вот, и затем потом опять проснуться. Вот. Я считаю, что иногда это просто выгоднее сделать, сделать так. То есть пробуждение будет? Давайте не будем загадывать, потому что пока еще не принято открытие всех этих и кафе, и ресторанов, и талонов красоты и так далее. О талонах и о готовых решениях сегодня, но тем не менее, просто, опять же, кто вспомнит и абажур, это тоже, мы говорим сейчас, не про кафе, где покушать вкусно, это не первоочередная история была, это тоже, это ламповая атмосфера, это как бы продолжение вашей мысли, говоря о салонах красоты, о создании уникального пространства общения, взаимодействия, коммуникации на площадке салона ЛИК. Маш, я не могу сейчас загадываться, потому что сейчас вот это просто непредсказуемо, и сейчас это, я считаю, что, ну, просто бесполезно делать, да? Вот, потому что, во-первых, нужно посмотреть, как будет развиваться бизнес, как себя будет чувствовать бизнес, потому что сейчас мы даже не знаем, насколько будет покупательная способность у людей, потому что прогнозы очень разные, я очень люблю каналы РБК, прям с удовольствием его всегда читаю, там часто проскакивают очень интересные новости, вот, которые прям такие реальные новости. Что мне нравится там, мне нравится РБК-про, я подписана именно, ну, то есть не просто РБК-портал, РБК-про, наверное, вы тоже, да, там очень много интересных статей от представителей разных, разных видов бизнес, и про себя. Да, очень интересно, прям согласна, и люди высказываются, и как бы пишут статьи такие интересные, мне очень нравится, я как бы давно его люблю очень, прям, мне очень нравится, вот. Поэтому, как бы, статистика, которую они говорят, и, ну, вообще аналитики, она как бы не очень сейчас такая, как сказать, положительная, то есть мы сейчас не можем сказать о том, что все будет так замечательно, и вот прям раз-два-три, и все сложится. Нет, конечно же, отрасли очень сильно пострадали, и восстановление будет непростым, очень непростым. Поэтому нужно будет посмотреть, но то, что, понимаете, то, что я как бы, ну, свято, наверное, в это верю, то, что оффлайн будет всегда существовать, и онлайн тоже будет существовать, но площадки там, где будут собираться люди, где они будут хотеть живую коммуникацию, и это абсолютно точно, что это будет. Абсолютно точно. У меня уже таймер включился две минуты, буквально остается. Крайний вопрос, который я вам задам, что увидят ваши клиенты, возвращаясь в салоны красоты? Сейчас идет активно, она уже идет у вас, я знаю, подготовка к открытию. Что изменится? Что будет, когда все откроется? Ну, я считаю, что люди, которые к нам приходили, вот мы их точно любили и будем любить. Я бы сказала так, дорогие клиенты, друзья, вот та атмосфера, которая была, я очень хочу, чтобы она оставалась в такой атмосфере, потому что все равно это вот салон, это атмосферное место, и мне важно, чтобы это осталось. Поэтому иногда, вы знаете, как вот лучший брак хорошему, что называется, иногда очень важно, чтобы человек пришел и почувствовал себя комфортно, как будто бы он вернулся в то, что он уже знает. Там, где ему хорошо, там, где ему тепло, там, где ему приятно, вот за вот этими замечательными эмоциями. Поэтому я считаю, что даже дело здесь не в изменениях, потому что их такое огромное количество, что они уже просто пугают людей. Их очень много, этих изменений. А вот какая-то вот стабильность в том, что все хорошо, спокойно, вы приходите туда, и вам там же в этом месте рады, я думаю, что это вот основная задача. И плюс, конечно же, сделать все равно жизнь людей более комфортной. Если комфортно онлайн, пожалуйста, онлайн. Если комфортно вот таким образом, да, давайте вот делать вот так. Поэтому мне очень важна обратная связь. Вот обратная связь – это говорите мне, пишите, вот давайте вместе что-то менять, чтобы это было максимально здорово для всех. Потому что жизнь, она одна, и хочется, чтобы она была счастливой. Спасибо вам огромное.